друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова после выходных на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов центральные темы для рынка это выборы в сша последние новости о том что новым президентом хозяином овального кабинета стал джозеф байден еще одна тема эта ситуация с к видом которая как мрачные тучи знаете надвисает на на мировой экономикой и мы к этой теме вынуждены возвращаться вновь и вновь потому что прекрасно понимаем что даже политический курс сша будет напрямую зависит от того как сложится дальше ситуация с к видом в штатах насколько американская экономика будет нуждаться в дополнительных средствах ведь первое решение которое ранее мы ожидали что от республиканцев что от демократов это новые меры государственной поддержки для домохозяйства и предприятий потому что без этого экономический рост на которые рассчитывали ранее оптимисты он в принципе невозможен ситуация с к видом друзья за последние дни к сожалению только ухудшилась я не хочу вас пугать цифрами кому прям совсем интересно делаю отсылку на сайт исследовательского центра джона хопкинса там очень много статистики по региону можете посмотреть в штатах сколько просто хочу сказать что рекордные показатели они постоянно фиксируются фактически на ежедневной основе и возвращаясь к тому как это к видная тема повлияет на мировую экономику конечно же друзья мы ожидаем глобальное снижение глобальный спад это самая настоящая болезнь для мировой экономики будем использовать такие выражения эту болезнь нужно лечить и деньгами поэтому то что джозеф байден стал президентом а сша может быть даже это и к лучшему потому что байден это демократа демократы все-таки ставит на необходимость более агрессивного стимулирования американской экономики сейчас друзья мы точно можем сказать что просто так республиканцы побед не отдадут наверное нужно смириться с тем что байден это следующий президент но официального заявления прям официально что от республиканцев что может быть от иной оппозиции если она есть в плане признания именно на байдена я думаю то что до официального заявления пройдет довольно таки много времени потому что уже очевидно что будут определенного рода юридические разбирательства ведь команда трампа подала в суд именно на вероятность высокую фальсификации именно данных ошибки в подсчетах голосов и возможно на пересчеты потребуется несколько недель но в то же время мы ранее прогнозировали что такого рода сценарий может реализоваться но этот сценарий не должен влиять друзья опять же на нашу торговую стратегию и тактику раньше был риск того что на неопределенности мы можем прежде чем увидим агрессивные распродажи доллара вынуждены поработать с повышенным спросом на него но такой сценарий не реализовался доллар начал ослабеть и может быть изначально поверив то что выборы выиграет байден или может быть доллар прекрасно понимал что независимо от победы трампа или байдена первое решение так как раз то решение которое предполагает мощные экономические стимулы при дополнительной инъекции ликвидности на финансовых рынок у доллара может быть только одна дорога вниз мои друзья на этом очень неплохо зарабатываем индекс доллара 92 18 я рекомендую вам пристегнуть ремни на этой неделе потому что с большой долей вероятности эта тенденция сохранится и американская валюта которую мы анализируем через индекс доллара окажется гораздо ниже девяносто двух пунктов в пятницу вышел отчет по нонфарм параллс 638 тысяч новых рабочих места в позапрошлом месяце 672 тысячи конечно же это не показатель на основании которого можно сделать вывод о восстановлении сектора нет это скромные значения нужно просто быть реалистом и понимать что в такой ситуации с к видом с коронавирусом рынок труда не сможет восстановиться довольно таки быстро я хочу успокоить тех кто считает что байден это негатив для фондовых рынков потому что негатив байденовский скажем для фонды а сырлся с вот этими налоговыми инициативами которые предполагали ранее вероятность повышения корпоративного налога но друзья сенат по-прежнему контролируется республиканцами поэтому решение обожесточения регулирования корпоративного сектора в том числе и через налоги она фактически не пройдет поэтому можете выдохнуть можете спокойно просто оценить попробовать в каких объемах сейчас американская экономика нуждается в плане ликвидности и принять к сведению как факт того что эти деньги придут от демократов соответственно нет никаких причин сейчас ставить на снижение на фондового рынка я рекомендовал вам работать с доу джонсом 28 тысяч пятьсот восемьдесят пять пунктов сейчас совсем чуть-чуть остается до 29 тысяч пунктов и я не сомневаюсь то что друзья мы вот-вот увидим переписи на локальных максимумов которые знак равно является еще и историческими уровнями голлман сакс полагает то что стимулы решения о стимулах демократы протащат всеми правдами и неправдами в емкостью может быть в 2 триллиона уже концу этого месяца я допускаю то что решение может прийти еще раньше особенно если глядя за ситуацией с к видом мы каждый день будем наблюдать за рекордным показателем на роста числа заболевших поэтому по индексу доллара друзья ставка только лишь а вниз давайте метить уже не на 92 пункта а будем цепляться за значение гораздо ниже этой отметки в районе 90 пунктов не обращая внимание на все скажем о трудности которые могут возникнуть с реальным официальным оглашением итогов выборов а я думаю то что республиканцы попадают какое-то время но наверное поражение нужно принимать тоже на а достойно золото 1962 1950 было нашей целью легко мы и сделали друзья какой уровень следующий 2000 конечно же что касается нефти 4039 в принципе уровне которые видели еще в конце прошлой недели пока никаких идей нет но я плавно хочу сместить фокус вашего внимания на будущее для рынка нефти с учетом именно байденского президентства тут можно еще рассмотреть вопрос с будущим рубля я думаю что не для кого из вас не секрет что демократы это скажем та партия которая топит за более жесткое санкционное давление против российской экономики поэтому если вы озадачены вопросом того как именно власть демократов отразиться на будущих отношениях с российской экономики и на динамике рубля я бы все-таки рекомендовал вам сейчас допустить сценарий при котором рубль окажется под еще большим давлением как вариант друзья я помню критику именно демократов в адрес республиканцев вспомните еще тему 16-го года участие якобы российской экономики выборах в которых ранее победил ха трампа есть высокая вероятность того что байден одной из своих первых инициатив попробует усилить давление и причем санкционного конечно же характера через довольно жесткие шаги это санкции которые коснутся российских банков и суверенного долга россии то есть речь идет об ударе по облигационному рынку который является одним из главных если не главным источником ликвидности и инвесторских средств вообще всей мировой экономики если такое вето будет ну табу на доступы и покупки российского рынка долга будет наложено для зарубежных инвесторов конечно же друзья российскую экономику ждут очень трудные экономические времена это тотальное падение инвестклимата отток капитала ну и разумеется логическое воздействие негативное на курс рубля это что касается влияния а курса байдена на динамику рубля с учетом санкций санкции будут новые санкции это негатив для российской валюты простым языком а каких санкциях пойдет речь но вот помимо а того сценарий который я сейчас вам озвучил уже будет видно дальше по ходу дела но самый жесткий все таки сценарий вероятности именно вот решение касающиеся российского суверенного долга а второй момент как байден может повлиять на рубль российскую экономику через распродажи на рынке нефти потому что байден может серьезно ужесточить и он в принципе говорит что так и сделает потому что по его мнению контроль трампа за распространением вируса в сша был недостаточным по мнению байдена нужно вновь вводить частичные карантины жестко блокировать штаты стараясь свести к минимуму вероятность еще большего распространения инфекции соответственно если эти жесткие ограничения будут то это подорвет показатели спроса спровоцирует распродажи на рынке нефти но самый главный момент для рынка нефти это возможности возвращения сша к тегеранскому соглашению то есть если штаты на восстановить свои отношения с ираном в принципе я уверен то что он судя по позиции на байдена он именно это и намеревается сделать а значит та нефть которая сейчас находится под санкциями эмбарго в машине иранской нефти эта нефть снова охлаждает на мировой рынка и вы должны понимать то что речь может пойти об объемах примерно в 4 миллиона баррелей в сутки это очень много и соответственно при таких поставок на глобальный рынок со стороны ирана которые готовы снять чехлы со своих нефтедобывающих платформ при падении спроса за ситуации с к видом спровоцирует конечно же нечто подобное для рынка нефти то что мы видели в начале 2020 года то есть при распродажах рынка нефти рубль столкнется с еще большим прессом сейчас котировки по паре 77 41 80 рублей это вообще перспектива ближайших даже не недель одни закрепляемся выше и возможно пойдем на значение 85 и их на новые локальные или даже исторические уровни доллар канадец 1308 чуть-чуть остается до цели 130 это тоже вопрос чуть ли не ближайших минут когда мы доберемся до этих уровней фунт против доллара 13179 и друзья я по-прежнему заложник в отношении британской валюты собственных ожиданий фундаментальной слабости за ситуация с брекзитом из-за неопределенности конечно же вот этой политической из-за ковидной темы после общенационального карантина из-за решения банк англии увеличить программу количественного смещения сохраняющейся вероятности снижение ставки ниже нуля но мне очень странно что фунт сейчас вот так вот активно растет я думаю что все-таки конец для вот этой тенденции восходящая очень близок а вот что касается евро тут дорога для роста открыта 111889 такого негатива как по англии в отношении европейского союза нету 120 друзья здесь рукой подать остается фактически 110 пунктов всего возможно даже этой неделе мы доберемся до нашей заветной цели на этом все хорошая вам торговой неделе сегодня кстати состоится еще и вебинар правильный понедельник в 17.00 по московскому времени если интересует более глобальный фундаментальный фон тогда найдите время и подключайтесь к прямому эфиру всем пока